Мы собираемся взглянуть на корейское дзюдо, представленное трехкратным чемпионом мира и чемпионом олимпийских игр Чонки Йоном, и разновидность приема Таятоши, передняя подножка, которая также является моим коронным приемом, и вариант, который он делает с захватом руки соперника. Просто взгляните на это. Здесь мы видим довольно примечательную демонстрацию версии перехода на одно колено для проведения броска. Внимательно посмотрите, вы увидите, что атакующий захватывает только кисть руки своего соперника. Это передняя подножка, неожиданная атака, которая будет незаметна для вашего соперника, так как нет захвата за рукав. Происходит только видимость борьбы между руками. Соперник совершенно не подозревает о том, что вот-вот произойдет. Традиционная техника выполнения Таятоши – это захват за рукав. Для того, чтобы разрушить устойчивость соперника, выводя его из равновесия, начав выполнение кудзуши и завершить все выполнением броска. У корейцев есть свои варианты выполнения этого приема. Вот что получалось у Вана, Ван Кичуна, который был одним из лучших в выполнении передней подножки. Он имитировал действия, как будто искал возможность поймать рукав. На самом деле он просто захватывал руку и сразу же делал атаку, поворачиваясь в сторону руки соперника и проводил бросок. Вы можете узнать больше об этом и о корейском дзюдо. Смотрите «Суперстар дзюдо». Проверьте это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok